Субтитры создавал DimaTorzok Пока на улице нет снега, даже не задумываешься, что уже 20-е числа декабря. Но есть три легких способа, которые помогут окунуться в радостную предновогоднюю бутерьму. Самый доступный из них – сходить на сезонную ярмарку. Яркие огни, огромное количество елочных украшений и смешение различных запахов. Сама атмосфера таких мест пропитана радостью и праздником. Уже несколько дней в городе работают предновогодние базары. Причем можно пойти на самую обычную ярмарку и обнаружить там бесплатный показ балета «Щелкунчик» или фестиваль «Глендвейна». Без красочных фотографий никак не обойтись, препятствовать никто не будет. Продавцы только рады продемонстрировать ассортимент и даже ведут шуточное соревнование между собой. Следующий шаг – купить живую елку. С 20 декабря в Петербурге открылись елочные базары. Самое время, ведь сложно представить Новый год без запаха хвои и украшения елки. Коробки с еще не развешанными игрушками станут отличным поводом собраться всей семьей или пригласить в гости друзей. Варианты есть на любой вкус. От сувениров размером с монету до роскошных зеленых красавиц высотой в 2 метра. Каждый хочет что-то стащить. Кто-то для того, чтобы адреналинчик заиграл, а кто-то просто хочет что-то продать, перепродать. Это же бывает. Ловим, обезоруживаем, сдаем, оформляем. Что чаще пытается убрать? Мелочь, бусы, всякие побрякушки. То, что можно просто в карман сунуть и уйти. Обеспечение безопасности – это главное на нашей ярмарке. Елки пытаются убрать? Нет, пока еще таких случаев не было зарегистрировано. Но когда-нибудь появится. Э, куда? Ну а если нет желания покупать елку, то стоит ее хотя бы понюхать. И сразу же настроение поднимается на 10 пунктов. Но самый действенный шаг – это самому попробовать подарить новогоднее настроение окружающим. Я был с собой в разлуке. И я хотел идти куда попало, закрыть свой дом и не найти ключа. Но верил я, и все еще пропало. Пока не меркнет свет, пока горит свеча. А вот сейчас что-то. Субтитры сделал DimaTorzok Ученые уже доказали, что наш мозг не видит разницы между реальностью и выдумкой. Поэтому, чтобы развеселить человека, придется самому увидеть что-то праздничное вокруг. А если этого нет, то самому стать эпицентром позитивных эмоций. После такого упражнения сложно оставаться грустным и равнодушным. Субтитры сделал DimaTorzok Я считаю, что съемки прошли удачно. Нам 8 раз помахали в камеру. Елка очень тяжелая и колючая, а ходить с гитарой и кастрюлей очень сложно одновременно. А еще, когда люди говорят, о господи, это одновременно приятно и обидно. Но скорее приятно. Собот! Собот!